Взаимный интерес определен. Следующий шаг – реализация проектов. В Доме правительства подвели итоги визита японской делегации в Чувашию. За два дня гости посетили ряд крупных предприятий и познакомились с работой технопарка «Кванториум». О первых результатах деловой миссии. Сюжет Дмитрия Ковалева. Брелки и магниты с оригинальными принтами изготовили ученики детского технопарка. Для ребят «Кванториум» – место, где можно познавать все тонкости точных наук. Недавно юные биологи разработали модель инновационной теплицы для дома. В целом все работает, даже растет. Со временем поменяем освещение на специальное и перейдем в промышленность. В «Кванториуме» детей обучают молекулярной физике, робототехнике и IT-наукам. Гости из страны восходящего солнца говорят, что технопарк – это яркий пример того, насколько серьезно в республике подходят к подготовке кадров. «Сходство Японии и Чебасской республики. Сходство обозначает, что у вас нет ресурсов нефти и газа. Япония – нет нефти и газа. Но за то, что у вас есть, что у нас есть – это люди, людские ресурсы. Надо, Япония, нам надо догнять вас». Программу рабочего визита в республику для гостей из страны восходящего солнца составили с прицелом на ближайшие годы. Не прошло и двух дней, а чрезвычайный полномочный посол уже обозначил точки взаимодействия сторон. К примеру, на кондитерской фабрике планируют разработать индивидуальную рецептуру конфет для японцев. «Японцы тоже любят сладости, но любят низкокалорийные сладости. Поэтому договоренность о том, что рецептуру подобного рода разработают, и министр пообещал ввести на рынок Японии». Ожидается, что предприятия республики совместно с одной из японских компаний примут участие в проекте развития Сахалина. «Очень интересно было посещение предприятий «Сейсли» по производству, в том числе танк-контейнеров, которые в последующем вместе с корпорацией «Хитачи» будут реализованы именно в этом проекте». «Это, мне кажется, еще один был убедительный шаг на сторону того, что мы с японскими компаниями выстраиваем доверительные отношения как раз в духе тех мероприятий, которые проходят в Российской Федерации под эгидой года Японии в России». Глава республики отметил, что устные договоренности должны претвориться в реальные проекты. «И дальше по шагу, поэтапно надо двигаться. И то, что они увидели, что мы рядом с федеральной трассой строим завод и в июне месяца запускаем, это высокотехнологичное производство». Дальнейшие планы с японской стороной глава республики намерен обсудить на полях экономического форума в Санкт-Петербурге. В его работе примет участие и премьер-министр страны Синза Абе. Для регионов это неплохой повод расширить двухсторонние связи. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.